Сегодня не все полезные знания можно получить в школе, а родители тоже не во всех вопросах бывают компетентны. Именно поэтому эстетическое воспитание связывают не со школьной программой, а с дополнительной формой обучения. Сегодня выпускной школы интеллектуалок. Это школа для девочек, школа больше эстетического воспитания, где девочки изучают историю мирового искусства, историю кинематографа, историю ювелирных украшений, светский столовый этикет, они учатся стилю, красоте. Мы вдохновляем детей прекрасным, правильным и считаем моду частью искусства. Поэтому мы стараемся как раз выпускные проводить в тех местах, которые бы создавали определенную атмосферу. В частности, мы находимся в выставочном зале Союза художников. Он, конечно, скромнее, чем в столицах наших, там, северный и южный. Но здесь тоже очень атмосферно, здорово, и это настраивает девчонок тоже на очень правильное. Поэтому поддерживаем, так скажем, традиции, уже состоявшиеся в мире, связывать моду, искусство, танец, ну, все вместе. В этой школе эстетического воспитания изучают моду, искусство и хорошие манеры. Здесь нет плохих оценок, а значит и негативных, связанных с учебным процессом. Мой взгляд подобного все-таки учреждения у нас в городе нет. Я сама, когда прихожу и смотрю, я прям удивляюсь, что она у меня так умеет, оказывается, и может так доносить информацию, замечательно. Но я подобных не знаю мест, где бы именно все в комплексе так преподавали. Налицо изменения. То есть она, во-первых, возрослела. Раз. Во-вторых, у нее возраст такой, когда она становится старше, мудрее. Поэтому то, что дает школа, это, конечно, большая жизненная школа. То есть мы видим изменения, причем в самую лучшую сторону. У нас очень хорошие результаты. Мы очень довольны. Девушка у нас стала прямо женственная, очень поменялась, стала за собой следить. Она приходит, всегда рассказывает, всегда у нее куча эмоций. То есть она у нас прямо в восторге. И поэтому, собственно говоря, она приняла решение пойти второй раз в эту школу. Не только родители заметили изменения, но также и сами выпускницы, которые представили полученные навыки – умение презентовать себя на сцене. Мне нравится учителя то, что все очень понятно. То есть они показывают на своем примере, очень все хорошо. И мы, когда занимаемся, не сидим за партами. Мы всегда работаем либо на ковриков, либо в стоя. Всегда все очень активно. Когда мы начали выступать, все в мое волнение прошло, и я сделала все, считаю, как надо. Дети воспринимают мир по-своему. Все кажется более ярким и контрастным, в том числе и приятные эмоции, которые появляются благодаря новым знаниям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова